В этом году Брестская область впервые заняла лидирующее место по качеству и организации медицинского обслуживания населения. Помимо профессиональных достижений отдельных специалистов, сфера здравоохранения не стоит на месте. Открытие гибридной операционной хирургии в кардиологическом диспансере, создание реабилитационного центра на базе Центральной городской больницы, проведение успешных операций по пересадке жизненно важных органов. Все это дает право людям в белых халатах высоко держать голову и стремиться оттачивать свое мастерство по спасению человеческих жизней. Если говорить в целом о медицине, то медицина развивается достаточно динамично. И сегодня наоборот, медикам созданы условия опознавать и иметь возможность приобретать новые профессиональные навыки. Этих условий много. Было бы главное, достаточно желание это делать. И желание отдавать себя, свои профессии, людям. Желание делать добро. Призвание любого доктора спасения человеческой жизни. Современный врач занимается не только терапией. Правильно поставить диагноз и провести исследование болезни. Найти подход к каждому пациенту и профессионально назначить лечение. Оказать первую медицинскую помощь – это целое искусство. Дав клятву Гиппократа, врач несет ответственность за жизнь человека, который просит о помощи. Бытует мнение, что доктора со стажем – это люди, повидавшие много на своем веку, и что сердце у них не воспринимает чужую боль. Но это совсем не так. Мне кажется, это миф. Потому что медицинские работники – это тоже люди, простые люди, которые имеют свои заботы, хлопоты, семейные проблемы. Но тем не менее, это люди, одаренные чаще всего, имеющие, опять-таки, особые качества, качества, связанные с пониманием смысла жизни. А удивляться, удивляться – это здорово, и удивляться нужно. Тот, кто не удивляется, наверное, тот уже утрачивает желание познавать и стремиться к чему-то большему. Я считаю, что если человек, он всю жизнь должен совершенствоваться, учиться, познавать, и никогда до конца ничего ни в одной профессии нельзя узнать. Мне, например, я каждый день что-то узнаю и удивляюсь, и для меня открываю новое. И, наверное, это каждый человек, даже самый заслуженный, даже профессор. Поэтому люди достигают высоких вершин, если они все время стремятся и никогда не говорят, я знаю все, я познал все. Если стремится человек, значит, он настоящий профессионал. Врачебная практика – одна из самых ответственных, а значит, и самых напряженных. Поэтому специалисты, самоотверженно работающие в этой области, заслуживают высших похвал. На мероприятии многие работники здравоохранения Бреста и региона получили награды из рук администрации города. Также в адрес людей в белых халатах прозвучали слова заслуженной благодарности. Врачам я хочу пожелать, как каждому человеку, крепкого здоровья, как профессионалу постоянно совершенствоваться, постоянно видеть проблемы человека, сочувствовать, соболезновать. И тогда, когда человек видит, что входят в его состояние, понимают, что ему больно, что ему нужна помощь, стараются найти время, возможность, средства, пути, как помочь человеку. Когда человек это ощущает, все в порядке, он быстрее выздоровеет. Поэтому я с удовольствием поздравляю с Днем Медицинского работника всех людей, кто имеет отношение к очень благородному делу – укреплению здоровья нашей нации. Я считаю, что это одна из самых важных профессий для всего человечества. Понимаете, рождение человека, его болезни, его недуги, вот, и общение. Вот. Я хотела бы в своей жизни, чтобы восторжировала доброта. Доброта – это самое ценное и дефицитное, чего не хватает в наше время. Здоровье людей было, есть и будет приоритетом социальной политики белорусского государства. Поэтому останавливаться на достигнутом сотрудники сферы здравоохранения не собираются. В планах проведение трансплантации печени, развитие медико-санитарной помощи, совершенствование системы мероприятий по снижению смертности, обеспечения населения качественными и безопасными лекарственными препаратами и многое другое. Осталось только, чтобы на осуществление наполеоновских планов у сотрудников здравоохранения хватило самого главного – здоровья.